Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области подвели итоги единого регионального конкурса лучших государственных и муниципальных служащих работников Министерств подведомственных управленческих команд. Оператором конкурса стал Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области Таволга. Кто стал лучшим управленцем, расскажут наши корреспонденты. Многозадачность, стратегическое мышление, ответственность – это далеко не полный список качеств современного управленца. Именно их, руководители нового времени, чествуют в финале единого регионального конкурса Самарской области. Среди участников – представители органов исполнительной и муниципальной власти, специалисты подведомственных учреждений. Талантливых управленцев поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом конкурсе нет проигравших, что самое главное. У нас 350 участников в этом году. И это люди, которые готовы сделать шаг из зоны комфорта, готовы развиваться, стремиться, достигать, готовы брать на себя ответственность. И, конечно, это, поверьте, самое дорогое и ценное. Десятки идей и сотни успешных действий. В этом году победу можно было одержать в десяти номинациях. В каждой по три лауреата. Так, лучшими специалистами местного самоуправления в Самарской области признана заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Топилин, руководитель управления правового, кадрового и организационного обеспечения Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Алексей Целовальников и консультант отдела организационной работы администрации советского внутригородского района Екатерины Литвинова. Их идеи направлены на модернизацию и улучшение эффективности государственного управления. Три ключевые вещи – это показатели работы, оценка деятельности и обратная связь. Очень приятно получить такую высокую оценку результатом своей работы. Надеюсь, мой положительный пример, он будет востребован и удастся передать свой опыт, знания, навыки тем людям, с которыми мы вместе работаем. Лучшими практиками и инициативами в системе муниципального управления признаны идеи директоров 133-й гимназии Оксаны Териной и лицея «Престиж» Алексея Атапина. В номинации «Бережливое управление» отметили заведующую комбинированным детским садом номер 78 Ольгу Евтухову. Среди проектов национально-социальной направленности отметили директора централизованной системы детских библиотек Татьяну Халитову и директора 94-й школы Татьяну Ковалеву. Хотела бы в первую очередь выразить слова благодарности своей команде, потому что, конечно же, участие в такого рода конкурсах всегда командная работа. Особенно моим ребятам, ученикам нашей школы, которые поддерживают все наши идеи. Суть нашей работы была представление волонтерского движения 94-й школы, поэтому ребята все огромные молодцы. Управленцы должны идти в ногу со временем. Лучших в этом направлении отметили в номинации «Цифровая трансформация». Моя номинация «Лучшие проекты в сфере цифровой трансформации». Поскольку цифровая трансформация сейчас в большей степени у нас направлена на клиент-ориентированность, мы разработали новый сервис, который будет направлен на взаимодействие кадровых служб как с внутренним клиентом, так и с внешним. Еще одним лауреатом этой номинации стала консультант отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Красноглинского района Самары Марина Ларионова. В номинации «Таланты» отметили тех, кто работает с подрастающим поколением. Я победила в номинации «Таланты региона». Когда приходится проводить уроки в дистанционном формате, нужно находить особенные подходы к обучающимся. Оператором конкурса стал Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области Таволга. Это единая территория для талантливых управленцев региона, которая объединяет представителей власти, бизнеса, образовательных организаций, молодежных объединений и активных жителей города. Максим Магомедов, Ольга Хомаракулова, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 678 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 191 013. Такие данные во вторник, 14 декабря, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 657 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 139 978 пациентов. Тенденция снижения числа заболевших продолжается, однако ограничительные меры пока ослаблять рано. Об этом говорили на заседании регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавируса. Какие решения были приняты, смотрите в нашем сюжете. Количество заболевших коронавирусом в регионе за минувшую неделю снизилось на 17%. Об этом говорили на областном оперштабе по предупреждению распространения COVID-19. Заболевших становится меньше во всех возрастных группах. Вместе с тем, наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в группах от 30 до 65 лет. Что касается профессиональных групп, сильно уменьшились показатели заболеваемости среди работников сферы общественного питания, образования, транспорта, торговли. Как и на прошлой неделе, наиболее высокий показатель в сфере услуг. Хотелось бы напомнить о необходимости контроля за непроведением больших массовых мероприятий, танковых, дискотек, аналогичных мероприятий, где нет возможности проконтролировать масочный режим и социальное дистанцирование. А при всех проводимых небольших мероприятиях обеспечить соблюдение масочного режима и социальное дистанцирование. Чтобы предотвратить проникновение вируса омикрона на территорию региона, в аэропорту Самара организуют выборочное тестирование на ковид тех, кто возвращается из-за границы. По эпидемиологическим показаниям будет организовано сплошное тестирование прибывающих из стран, где отмечено ухудшение ситуации. Граждане Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. По информации министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, на амбулаторном лечении находятся 10218 человек с коронавирусом и 23488 человек с пневмонией и ОРВИ. Снижение от пиковых значений составило почти 67% и 30% соответственно. В стационарах находится 2391 человек с подтвержденным COVID-19. Это на 58% меньше, чем было в пиковые дни. Меж тем наблюдается снижение темпов вакцинации во всех муниципалитетах области. Чаще всего те, кто старше 65 лет, следуют советам молодых родственников и отказываются прививаться. Привлекать для борьбы с этим сарафанным радио, с некорректными советами, небезопасными, кстати говоря, для их же близких, на самом деле, надо привлекать все-таки врачей. Я понимаю, что там колоссальная большая нагрузка, но в ваших районных средствах массовой информации должны буквально каждую неделю быть выступления врачей, не просто призывы привиться, а информация такая с фактами, с примерами. Армен Бинян напомнил, что для удобства жителей в Самаре открыты дополнительные пункты массовой вакцинации, где можно привиться и от коронавируса, и от гриппа. В Самаре это колледж имени Ляпины и Самарская областная универсальная научная библиотека. Эти пункты будут работать каждый день без выходных, вплоть до Нового года. Во вторник, 14 декабря, в регион поступило еще 320 тысяч доз вакцины от гриппа. Их оперативно распределят по медицинским учреждениям. Новогодние утренники в детских садах родители смогут посетить в том случае, если мероприятия будут проходить в рамках одной группы, без перемешивания потоков. Кроме того, попасть в дошкольные или общеобразовательные учреждения можно будет только привитым гражданам с соблюдением всех санитарных норм. Виктория Шарая, События. В регионе продолжается прививочная кампания не только от новой коронавирусной инфекции, но и от гриппа. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 1,593,000 жителей Самарской области. Прививки от гриппа сделали свыше 745,000 человек. Руководитель информационного центра оперштаба по предупреждению распространения коронавируса Дмитрий Константинов призвал всех жителей региона позаботиться о своем здоровье. Гриппу восприимчивы абсолютно все возрастные категории. Особенно тяжело переносят инфекцию люди старшего поколения, имеющие хронические заболевания, и маленькие дети. Грипп опасен своими осложнениями. Призываю всех жителей, кто еще не сделал прививку от гриппа, обязательно пройти вакцинацию. Единый день вакцинации прошел в Сызрани, где практически во всех районах города открылись временные пункты. Привиться в них можно как от коронавируса, так и от гриппа. Упор сделали на вакцинацию пожилых жителей города. Обо всем подробнее расскажет Михаил Ермоленко. В Сызрани в единый день вакцинации жители могли сделать сразу две прививки – от ковида и от гриппа. К анонсированию акции среди пожилых людей подключились активисты из разных районов города. Один из пунктов вакцинации разместили в Доме культуры художественной. К информированию населения своего центрального района здешние активисты подошли основательно. За несколько дней до открытия пункта оповещали сызранцев через соцсети и бумажные объявления на улицах. А также обзванивали людей старше 60 лет, чтобы лично пригласить каждого. Это очень важно сделать прививку, и тем самым люди избегут сильных осложнений и даже смертности. Поэтому желаю, чтобы наши все-таки люди, которые 60+, хотели, донесли мы до них информацию, и чтобы пришли, привелись. Они нам нужны, нашему городу, своим близким. Вакцинация в таких пунктах проходит по стандартному протоколу. Как и в поликлинике, сначала оформляются документы, затем пациента осматривают медики. После этого, если нет противопоказаний, делают прививку. Вакцинация – это дело каждого жителя. В каждой семье имеются переболевшие. Поэтому для того, чтобы в нашем городе не было никаких летальных исходов, смертельных, нужно сделать выбор каждому, нужно вакцинироваться или нет. На сегодняшний день в приоритете остается именно вакцинация пожилого населения региона. Люди старше 60 лет после заболевания коронавирусом чаще сталкиваются с осложнениями, а прививка уберегает человека от них, а также от тяжелого течения болезни. Напомним, в Самаре привиться можно не только в медицинских учреждениях, но и в пунктах массовой вакцинации на базе колледжа Ляпиной и областной библиотеки. Михаил Ермоленко, События. Состоялось первое собрание избирательной комиссии Самарской области в новом составе. На заседании тайным голосованием определили председателя областной избирательной комиссии, его заместителя и секретаря. О результатах расскажет Максим Магомедов. В новый состав избирательной комиссии вошли 14 человек. Семерых назначил губернатор, остальных – губернская дума. Состав обновился почти наполовину, но кресло председателя по-прежнему будет занимать Вадим Михеев. В результате тайного голосования его кандидатуру поддержало большинство членов избиркома. Мы сконцентрируем свое внимание именно на обучении членов участковых комиссий и резервах членов участковых комиссий, для того, чтобы к 2023 году нам подойти уже к переформированию всей армии, что называется, членов участковой комиссии с профессиональными составами, не хуже, чем член областной избирательной комиссии. Заместителем председателя был переизбран Алексей Солдатов. Одним из самых молодых членов обл. избиркома стала Екатерина Семочкина, которая ранее входила в состав молодежной избирательной комиссии, где пыталась повысить электоральную активность молодежи. Выборы, знаете, это тот вопрос, который должен касаться каждого человека, и молодежь в том числе, потому что молодежь – это наше будущее. Если мы сейчас не будем с ними работать и сейчас не будем рассказывать об избирательном процессе, то через 10-15 лет электоральная активность упадет. И это очень важно. По предложению председателя избирательной комиссии Самарской области, кандидатура Натальи Таран была выдвинута на пост секретаря. Решение было принято единогласно. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События. Впереди вас ждут новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. В России выделят дополнительные средства на зарплаты бюджетникам. О какой сумме идет речь? 12 миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на повышение заработной платы врачей, учителей, преподавателей вузов. Но сначала расскажу о новом повышении ключевой ставки. В пятницу 17 декабря Центробанк вновь повысит ключевую ставку с 7,5 до 8,5 процентов, уверены большинство аналитиков. Часть из них не исключает, что это повышение не будет последним. И регулятор продолжит ужесточать политику в 2022 году. Если прогноз сбудется, то это повышение будет седьмым подряд с марта 2021 года. Один процентный пункт – максимальный шаг, на который идет Центробанк в нынешнем, начавшемся весной, цикле ужесточения денежно-кредитной политике. Ставка уже поднималась в июле, и тогда такое решение было для регулятора самым радикальным со времен кризиса конца 2014 года. В пользу жесткого решения говорит и риторика самого Банка России. Его глава Эльвира Набиулина в конце ноября рассказала, что сохранение текущего уровня в 7,5 процентов маловероятно из-за высокой инфляции. По ее словам, Центробанк рассмотрит широкий диапазон шагов вплоть до повышения на 100 базисных пунктов. По данным на 6 декабря, инфляция в России замедлилась до 8,28 процента. Однако и этот уровень превышает верхнюю границу прогноза Банка России. Цель Центробанка по инфляции составляет 4 процента. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетников. Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов и тех, кто трудится в области науки и культуры. Из этих средств почти 3 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5 миллиардов рублей научных. Более 2,5 миллиардов рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 миллиарда рублей учреждения культуры. Отмечается, что финансирование обеспечит исполнение указа президента с учетом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней зарплаты в регионах России. В России порядка 400 миллиардов рублей потратят на покупку электробусов и строительство зарядных станций, а также на замену трамвайных путей и вагонов. Программа модернизации электротранспорта стартует в 2022 году. Ее инвестиционная стадия займет от 2 до 5 лет. Заявки для участия в программе подали 13 городов. Владивосток, Иркутск, Ярославль, Краснодар, Красноярск, Тверь, Нижний Новгород, Пермь, Курск, Саратов, Уфа, Южно-Соколинск и Ростов-на-Дону. Перечень может быть расширен. В общей сложности планируется заменить 668 километров трамвайных путей и 1544 трамвайных вагонов. Для финансирования проекта регионы будут привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты, а 70% необходимых средств предоставят инвесторы. Без федеральной поддержки осуществить эту программу невозможно. Предполагается, что проекты в городах будут реализованы по схеме концессий – региональной или муниципальной. Их перечень определит Минтранс России. Курс доллара на 15 декабря – 73 рубля 46 копеек. Евро – 82 рубля 82 копейки. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 74 доллара 39 центов за баррель. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Обсудить точки роста, поделиться знаниями и наработать опыт по развитию своего дела. С такими целями Департамент экономического развития, инвестиций и торговли ежегодно организует форум «Самарская платформа развития бизнеса». В этом году форум проводился в онлайн-формате, а участие приняли около тысячи предпринимателей. Более тысячи предпринимателей региона изъявили желание обменяться опытом с коллегами и партнерами. Людей дело объединил 11-й форум «Самарская платформа развития бизнеса». Он проходит при поддержке городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли и посвящен решению основных вопросов малого и среднего предпринимательства. С приветственной речью к участникам форума обратилась глава города Елена Лапушкина. Речь идет о поисках альтернативных способов взаимодействия с аудиторией и потребителями, разработке механизмов взаимодействия с партнерами и госорганами для дальнейшего развития предприятий и формирования устойчивой деловой среды. Участники форума смогут подвести итоги работы, обсудить прогнозы и планы на предстающий год. В «Самаре» зарегистрировано более 62 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, на 4% больше, чем в прошлом году. Этот сегмент бизнеса производит четверть валового городского продукта и обеспечивает занятость более 170 тысяч человек. Этот форум направлен для тех отраслей, которые испытывают сложности, трудности, которые как раз претерпевают не развитие, а как раз либо стагнацию, либо наоборот испытывают проблемы в бизнесе. Есть, безусловно, точки роста, ими нужно пользоваться. Этот форум направлен на то, чтобы эти точки роста найти. «Самарская область» входит в наивысшую группу по экспортной готовности среди всех регионов Российской Федерации. Приоритетным направлением является увеличение объемов экспорта для малого и среднего бизнеса. Сейчас общий тренд – это познакомиться, как-то влиться в эти стремительно меняющиеся условия, понять, что же сейчас будет актуально и что нужно предпринимателю сделать, чтобы его бизнес не только остался на плаву, но и развивался. Среди базовых мер поддержки предпринимателей «Самары» – финансовая помощь. Департаментам предоставляются гранты на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Получить субсидию до 300 тысяч рублей можно, если организация, зарегистрирована в «Самаре», не находится в реестре недобросовестных поставщиков и имеет кредит на сумму более 500 тысяч рублей. В текущем году прием заявок завершен, но программа будет действовать и в следующем году. Виктория Шара и Максим Магомедов, Николай Епифанов. События. В парках «Самары» открыли одну из главных зимних забав – катки. На всех точках работает прокат коньков. Когда и где можно прокатиться, расскажет Мария Левина. С пяти утра Николай Санталов заступает на службу. За рулем тяжелой техники он уже больше 40 лет. Пять лет назад ступил на скользкую дорожку, начал заливать катки. Говорит, помимо создания праздничной атмосферы, в этом деле важно позаботиться и о безопасности. Ну, примерно сантиметров 15-10, чтобы он уже там как бы не лопнул и до плитки не достало, и чтобы там травму не получил никто. Мы будем заливать здесь каждое утро на протяжении всей зимы. Только объем будет. С утра подметаем, а потом начинаем заливку. Ледовая арена открыта для гостей в четырех городских парках. Гагарина, 50-летие октября, Победы и Дружбы. Везде будут работать отапливаемые пункты проката коньков, где можно будет погреться, выпить горячие напитки, а также подкрепиться. Вечером на катках заработает праздничная иллюминация. Традиционно мы открывали громко на весь город с какими-то праздничными гуляниями наши катки. Так как в этом году существует определенное ограничение, мы просто открыли двери и сообщили об этом нашим гражданам. Чтобы они приходили на наш лед, получали уже предновогодний заряд и настраивались на позитивный лад. Работать катки будут ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Вход в пункты проката только в масках. Дважды в день в помещении будут проводить дезинфекцию. Коньки же обрабатывают после каждого клиента. Всего в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Телеканал «Самары ГИС» во второй раз удостоился премии творческого конкурса Эдуарда Кондратова. В номинации «Журналистика» лучшей стала ведущая, автор проекта «Обернитесь» Инесса Панченко. Честование лауреатов прошло в Самарской публичной библиотеке. В этих кругах фраза «Акула-пера» считается неуместным клише, а не за честность, добро и слово, которое западает в душу. Журналисты и литераторы чествуют лауреатов восьмого творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова. В номинации «Журналистика» лучшей стала ведущая телеканала «Самары ГИС», автор проекта «Обернитесь» Инесса Панченко. Новый уникальный проект рассказывает о том, как люди находят свет в конце тоннеля в ситуации, когда, казалось бы, выхода нет. Это история тех, кто лишился всего, но начал жить с чистого листа. Программа выходит каждый второй вторник месяца в 18.45. Я вот, знаете, от чего сегодня счастлива? Потому что канал, на котором я работаю, продолжает на протяжении многих лет нести социальную ответственность, которую он сделал на себя когда-то. Это очень непросто. И тем не менее, у нас есть возможность сделать проекты, которые меняют жизнь, которые несут в этот мир добро. Очень трудно людям сегодня, многим, действительно найти какую-то опору под ногами. И то, что эту опору оказывает телевидение, это вот, наверное, и есть та социальная ответственность, и спасибо за нее руководству телеканала. В номинации «Литература» победу одержал член Союза писателей России Сергей Чекунов за книгу Гаврилова Поляна. Литературно-документальное произведение рассказывает об одном из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви конца 20-х годов – Архимандрите Иоанне Крестьянкине. В 1950 году его арестовали по доносу. Весной 1953 года старцы перевели в лагерное подразделение под Куйбышевым под названием «Гаврилова Поляна». Я не говорю только о крестьянке. Она отражает и историю нашей губернии, нашего Самарского края. Вот такая пипа от пола, примерно документов, которые я вот это все перелопачивал, то есть проверял там все факты. Писать так пронзительно завещал легенда самарской журналистики Эдуард Михайлович Кондратов. Писатель, драматург, лауреат всероссийских конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре». Творческий конкурс в его честь был утвержден администрацией Самары и областным союзом журналистов. Как журналисты, так и писатели активное участие принимают в конкурсе. Важно, что в этом году у нас действительно достойные очень лауреаты. Тема добра, она, собственно говоря, тема вечная, потому что, собственно говоря, чему служат журналисты. Журналисты служат добру. По традиции на церемонию награждения приглашены именитые журналисты-литераторы, представители Творческих Союзов и студенты. Поздравление лауреатам передала глава Самары Елена Лапушкина. Награды лауреатам вручили председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Творческих Союзов Ирина Цветкова и председатель Самарской областной писательской организации Александр Громов. Отметим, что это уже вторая премия имени Эдуарда Кондратова у нашего телеканала. В 2016 году за телевизионный цикл «О Старой Самаре» награду получил автор и ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. Михаил Ермоленко, Ольга Хомракулова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте «Самара ГИС» в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова